м привет всем с вами джексон и сегодня у нас будет небольшой проект суть который заключается в том чтобы сделать достаточно компактный стереоусилитель мощность на канал у нас тут будет и по 3 вата будем делать это вот на этой схемке которая нам недавно пришла с китая она достаточно дешевая достаточно популярная а главное плюс это в ее компактности и в том что она будет у нас питаться всего лишь вот 5 вольт то есть можно без проблем запитать вот юзби подобная схемка у меня уже была я ее уже использовал вот и у меня тут есть две такие колонки у нас тут есть вот этот левая колонка в не находится эта схемка и она подсоединяется по юзби к моему повар банку от xiaomi а и допустим вот сейчас продемонстрировано что она способна колонка у нас мощностью 8 ватт сопротивлению колонки 8 ом а и давайте покажу на что способен на вот это тот усилитель а также удобно что ему не нужен никакой радиатору он нам достаточно компактный и его может поместить буквально очень мелкий корпус то есть вот без проблем с собой носить питать от повар банка от ноутбука от планшета в общем то достаточно удобная штука а так давайте сейчас продемонстрирую работу от моего старого да допустим то есть эту колонку отлично тянет не хрипит не фонит питается он от 5 вольт 2 ампера 1 ампер тоже будет нормально но если у вас и допустим повар банку дает всего лишь 500 миллиампер часов вот то он будет достаточно плохой звук так что нужно достаточно хорошие источник питания а также лет у нас он непростой поскольку двухканальный можно подсоединить второй колонку и звук будет лучше давайте сначала включу звук и момент проигрывания музыки подсоединил колонку если проблема то что тут то у нас всего лишь два контакта плюс и минус поэтому повар банк для сбережения энергии когда колонки включены он часто выключать но это особенность моего повар банка немногие повар банки так же делают но вообще говорю просто наперед тем кто спорно хочет питать там есть большая проблема если вы будете слишком тихо слушать или вообще не будете слушать то будет сам по себе выключаться звук и придется время нажимать эту кнопку чтобы включать так давайте попробуем значит то мы сейчас включаем музыку и подсоединяем моменте вот второй динамик чтобы слышали насколько а лучше для динамиками как играет музыка на два канала ну давайте попробуем так что телефон разблокирует он заблокировался уже так включаем но в общем то вот на что способны вот этот усилитель вот на что способен этот усилитель он достаточно хороший я честно говоря очень доволен и минуты сяктыми колонн этой колонкой пользу очень давно очень удобно ее питать от каких нибудь юсб устройства я решил показать вам как это все сделать можно и кроме того я ее немного модернизирую поскольку я немного все таки пожертвовала при создании вот этой колонки поскольку я взял одну колонку из моего получается так скажем из моей аудиосистемы 5 и 1 теперь у меня 4 и 1 потому что одна колонка теперь у меня используется под эти цели и это конечно наверное минус поскольку возможно она мне могла бы пригодиться но конечно можно подсоединить но все равно ее использую в других целях поэтому я решил сделать все получается внешним усилитель который будет располагаться на какой плате вот такие платы недавно пришли вот на них я буду это все делать а получается что я хочу кроме того что тут у развести вселитель тут то будет у нас хорошо смотреться будет она питаться через вот такой микро юсб не это не микро а мини юсб а и также я вот у меня от старых получается вот флешек для прослушивания музыки осталась вот такая вот платка то есть тут у нас выпаянулись бы разъем звуковой разъем у нас тут выпаянули не нужны были для определенных целей и я просто вот тут буду использовать его в качестве проигрывателя музыки поскольку тут без проблем можно его запитать от юсб но в крайней мере надеюсь я думаю что от юсб от 5 вольта нормальный ему все будет вставить вот сюда вот флешку можно и получается что просто будут допустим на флешку музыку записывать и воспроизводить при этом не нужно будет несторонних устройства а в общем то такая схемку на то что она получится тут это у нас будут выходы получается на динамике средний канал общие левые и правые в общем то там все понятно будет попытаюсь это разместить на вот это вот схемки думал мне должно до схватить проводов конечно вот тут у этой схемке достаточно много всяких выходов но там все достаточно простое там аэропорта плюсы ромнинус это типом правый плюсы правый минусы л минусы л плюсы это левый минус левый плюс процент г нд это получается земля то есть это минусы а плюс 5 это плюс получается питание тут еще у нас есть получается еще пять коннекторов честно говоря не помню как какие к чему подсоединяются у нас тут это свои генды ну в общем там тут все достаточно просто просто надо вот эти вот расшифровки разобраться что где значит но вот это то что я сначала прочитал то у нас уже выходы идут а там не же идет просто входы и питанием как она съемка ее кстати уже закрепил на вот таком болтики так она будет поверх схемы находиться поскольку все таки это одну компонент не совсем подходящий для этого места но в общем то таким образом но будет нас пока что выглядеть постарайся спаять красиво чтобы она выглядела респектабельно поскольку я не хочу его помещать корпуса все чтобы он вот на такой вот не знаю всего что ли основе находился посмотрим что у нас получится в общем то давайте начнем паять так так я все соединил теперь осталось поделать включить давайте так включаем сначала музыку а потом включаем наш сам усилитель в общем так как услышите все получилось у нас все работает но тут у нас есть одна загвоздка которые я не подумал это легко исправить все дело в том что вот этого штука которая вот у нас она должна музыку среди флешек проигрывать все когда в ней нет азди флешки она начинает фонить то есть все он издает такой списка якобы уведомить его сыр что лидер карта не ставлено поэтому одновременно с оксом он работать не может поэтому нужно к нему вывести отдельно тумблер для регулировки включения выключения то есть я нужно еще один на тумблер вот сюда куда нибудь вывести чтобы я мог контролировать эту вот схемку что потому что если они довременно подседены давайте пробу показать сейчас не знаю будет слышно или не будет так вот по моему при таком условии так так сейчас подседню контакт ну собственно все слышите видите какой то звук получается вот вообще вот такое вот пищание видите он начинает пищать потому что фото изд карта не вставлена и такой фон получается а если кстати карта все будет нормально и фон пропадет этого просто так скажем встроенная функция вот этого и вот схемки поэтому нужно к ней вывести отдельное питание то есть и через включение ну через специальный тумблер чтобы я по возможности мог переключаться между ауксом и вот этой вот флешкой потому что иначе она будет фонить но в целом вот как вы видите плата у нас работает все у нас получилось это главное спаять ее достаточно легко главное разобраться в получается вот эти ход выходах это самое трудное но там все достаточно просто и и понятно у нас тут снизу три входа это у нас вход левый вход правый и центральный то есть земля общий канал и сверху у нас идет правые каналы 2 два левых и по центру у нас идет плюс опять это питание плюс и есть у нас земля то есть это второй провод питания мы должны подседить просто к земле а также тут есть и окон про получается не знаю провод и глядя не провод это канал с.в. а честно говоря я не знаю для чего это но он нам получается у меня был что раньше что сейчас не задействованы из него все работает не знаю какая функция для этого и свой канал и не знал не видно верно дальше поближе вот у нас свой канал и видите он не используется поскольку я не знаю честно говоря его предназначения я вижу только то что он через конденсатор или какой то резистор идет на питание плюс 5 есть какой то это для него видимо значение возможно это как другая альтернатива получается минусу но честно говоря не знаю его просто раз использовал и в этот раз не использую валюту екан.продукт нету самое главное что в теме класса работы結果 progressing у меня тут все это посетеве но тут у нас вот то от этого то центральный канал неgh animon права канал это вход и выход а нас идет д copy 2 правых каналу его повяжу канала а тут у нас по центру идет катания вот так вот все разместил вот у нас идет about 宿 кодка с оптом пулеры есть у нас тут питание кодками мение езды вот такие вот этой штучки стар vide что подсоединение создания каждой кабеляк самой колонки вот сама буквалью кому для пришек вот это вот схемка тут у нас флешка сбоку оставляется и есть пять кнопок а вот так то все выглядит сзади в единственное что вот тут некрасиво выглядит а вот флешка я пока что ты не потому что нужно питание вывести через специальный тумблер но вот тут у нас сзади принципе даже наверное не так уж страшно нормально выглядит желательно это все еще вот этих вот местах соединения немного залить термоклеем для надежности но я вроде все хорошо спаялся надежно должно быть но реально с тем коч напоминает какую то схемку это и за пару другие напомню так он называется честно говоря не знаю точно как называется то что она просто нет посмотреть но вот так то все укомпоновал он получил достаточно хорошо а самая фишка вот это вот темки главное плюс то что она питается всего лишь от пяти вольт ой имеет и два канала и левый и правый то есть это у нас стереозвучание и кроме того она достаточно мало энергии потребляет от пауэрбанка сезон использовать все хватает но надолго честно говоря вот я допустим частенько люблю послушать м музыку через вот это вот устройство только в другом варианте который у меня в колонке установлено и мне с одного пауэрбанка буквально хватает на одну две недели не меньше но из одного хорошего пауэрбанка у всего мира ну в общем то такая схемка стоит на недорого стоит около двух баксов и она того стоит а у нас мощность на выходе по 3 ватта на каждый канал а колонку на 8 ом 8 ватт она без проблем питает и вполне хорошо в общем то такая схемка у нас получилось а честно говоря мне нравится ставьте лайк кому тоже нравится схемка достаточно классная а думаю я вам не знаю вот я думаю поймете по расположению таких вот входов выходов это все очень просто но очень не знаю даже банально что ли любой даже самый новичок справится если умеете понять уже уже хорошо то есть я эту схемку она вообще сейчас у нас еще получилось большая достаточно можно сделать еще компактнее можно вообще буквально в такой какой нибудь корпусы уместить а и используйте как переносной усилитель от юсб которым можно питать любую колонку очень удобно особенно если у вас ноу буквы у вас нету стабильного питания вот эта штука очень подойдет кроме того из этой штуки очень легко можно сделать получается свой переносную колонку это с наверно самый дешевый способ то есть у просто при помощи вот этой схемки делать усилитель берете уже готовую колонку от вашего какой нибудь центра и используйте спокойно себе в общем то вот такого то нас проект получился мне нравится если вам нравится ставьте лайки подписывайтесь в общем то сайбу джексон подписывайтесь ставьте лайки и в общем то пока м м м м м